Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают об этом пожалуйста только я очень плохой бизнесмен в этом плане очень почему потому что художник был должен быть отчужден от своих картин от своих работ вот он не может быть вместе с ними он не может продавать это это как дети не рождаются это очень как часть себя до себя да и ты не можешь их вот так вот продавать как на рынок как ноги ребенка пошел говорит купить мою там девочку купить мальчик там сам за тысячи евро то у вас бывает вот грустно вы наприработаете пишите картину когда вы дописываете вот что вы чувствуете когда она готова что это радость от завершения или там я написываю свою работу никакой радости мне это я я у меня такой подъем я сразу хочу писать другую работу а у вас бывает как у творческого человека депрессии до депрессии сколько угодно бывает но они в разных стадиях и изготовления картин кризисы творческих кризис of творческих у меня не бывает А депрессии бывают сколько угодно. Когда надо готовить подмалек, делать подмалек, например, первую строку. Подмалек – это что? Это первая пропись, красками, темперой. Это очень сложно, очень быстро написать. И ты не знаешь, где-то какое-то место не удается. Ты начинаешь беситься, злиться. Потом там фигура не выстраивается анатомически, что-то такое не получается. То ты начинаешь, впадаешь в депрессию страшную. Права на ошибку у меня нет. Вот в чем дело. В отличие от всех остальных людей, у меня права на ошибку нет. Почему вы так считаете? Я не могу ни одного раза ошибиться. Я так считаю. Потому что тогда другой счет со мной будет идти. Другой разговор. И поэтому я впадаю в депрессию резко совершенно. Когда что-то не получается, для меня это катастрофа. Я готов буду выброситься. А то я из балкона вообще, честно говоря. Жизнь вообще не удалась, не сложилась. То есть я живу как сапер. А знаете, как любим поговорку саперов? Нет. Одна нога здесь, другая там. То есть самая нелюбимая. Вот у меня то же самое. Мне нельзя ошибиться. То есть вы в каком-то напряжении таком постоянно получается? Я, ну да, получается, что да. С точки зрения творчества, да. Андрей, но у вас настолько необычные картины, честно, что я немного прям как-то даже раздавленное ими. Это какие-то глубокие, религиозные. Но вот я почему-то вижу в этом мистический сюжет. Может быть, я ошибаюсь. Мистика здесь в каждой работе, это сплошная мистика. Всё мистическое. Ну как, о каждой работе, ну можем поговорить потом, я расскажу. Всё мистическое здесь. И я вам, кстати, покажу. А что для вас мистика? Мистика? Всё, что не касается социума. Всё мистика. Вот о трансцендентности, о которой вы говорили. И не только трансцендентность. Всё, что не касается социума, еды, питья, там… Бытовухи, грубо говоря. Нет, ну секс – это мистика тоже. Да, бытовых совершенно, бытовых вещей. Там деньжа там заработали, где-то их там найти, машины заправить. Всё остальное – это мистика. Везде можно найти мистические какие-то корни и следы. И ты их реализовываешь и показываешь их. Вы человек глубоко верующий? Я просто делаю вывод это, глядя на ваши религиозные сюжеты. Что есть в вопросах? Во-первых, религиозный сюжет – это не есть правильно. Религиозные сюжеты – искусство, во-первых, интернациональное. Нет такой религии, там, православной, католической, или там, как протестантской и так далее. Значит, в каком? В 1053 году, в 11 веке, произошёл Вселенский собор, на котором разделили все эти религии. А до этого, и даже несколько после этого, там, Дуча Бунасения, Чемабу и так далее, и так далее, писали иконы, или религиозные картины, будем говорить, да, которые находились на синтезе Византии или итальянского искусства. Нет такого, это глупое разделение произошло. Потом стали говорить… Ну, это очень условно и поверхностно. Это жутко поверхностно и примитивно. Вот для бодляков, для всех этих, вот, которые ходят и молятся с определёнными конфессиями. Вот так вот топа приходит, уходит, и поп там ему что-то трезвонит. Ксёнцы или там, неважно кто, или наш поп. На самом деле, дело в том, что это настолько загадочные фигуры, как Спаситель, да, Христос, да, это настолько загадочное явление, что там происходило, да, Бога-человек. Это не Бога, это нечто, что-то, да, что повлияло на полное развитие и культуры, и развитие всего человечества. Всего человечества буквально. И эта тема, она неисчерпаемая, и она постоянно-постоянно муссируется. Это в музыке Бах, Гендель, там, Моцарт, там, Пергалези, там, Телеман и так далее, Хассе. Сколько угодно можно перечислять этих, там, сотни вообще, там, фамилий и имён, которые писали на эту религиозную тему. Художников вообще просто немерено, как любое количество, за исключением XX века, который быстро отбросил всё это дело почему-то. Это и то художники, которые возвращались к этой теме, уродливо, не уродливо, но к этой теме возвращались. Да, да, да. Это и театр, это и кино и так далее, и так далее. Это та тема, в Евангелии написано, если ты хочешь прославиться, я не говорю о прославлении, это немножко другая сложная вещь, я к славе отношусь по-другому. Если хочешь прославиться, прославляй Бога. То есть, если хочешь остаться как цельность, как личность, не распадаясь, не распадаясь на микроэллиптонные поля, вот это вот после смерти, после ухода до 100 до, да, если ты хочешь остаться полностью как цельная личность, да, то ты должен, ты обращайся к тем темам, которые тебя сцементируют твои частицы, и не позволят рассыпаться твоему энергетическому полю, или твоей ауре. Вы понимаете про что? Да. Немножко сложные вещи, вопрос жизни и смерти, это тоже очень интересно, что после смерти происходит... Мы уходим уже в такие глубокие темы. Да, но это очень интересно, мне вот это очень волнует, это и очень интересует, что происходит после смерти, это сугубо интересные вещи, конечно. Поэтому, поэтому я вращаюсь... А какая концепция вам тут близка? Сейчас, секундочку, я хочу сказать, что... И поэтому можно писать другие, можно, конечно, писать вот такие пейсажные работы, как там вот речка... Ну, понятно, такие простые натюрморты. Речка и так далее, да, натюрморты. Но они, наверное, больше востребованы или не факт? Они больше востребованы, безусловно. Они такие, как попсовые. Да, да, но дело в том, что, предположим, в той или иной ситуации, значит, меня не будет, вас не будет, все умираем, да, 100% умираем. А картины остаются. Художник жив, пока живы его картины. Художник жив, пока живы его картины. То есть его поле, да, энергетическое поле, оно существует. То есть я буду существовать сколько я могу, там, 500, 600, 700 лет, да. Поэтому я работаю честно. Так, по идее, любой художник должен быть амбициозным. Он должен быть. Очень амбициозным. Они все амбициозные. Только на чем они строят свои амбиции? Мы сейчас вернемся к амбициозности. Да. Я выбрал тему, понимаете, в той или ином коллизии, в той или иной какой-то критической ситуации, предположим, что происходит сейчас с Ливией, с Сирией и так далее, там, безобразие эти все, да. Мало ли что может произойти в мире. Начнут там громить, придут эти вандалы, которые начнут там громить эти все, там, эти деревца и натюрморты, и нахрен они не нужны, да. Но может быть, есть маленький шанс, что они, у них рука не поднимется, например, на религиозную картину, да. И есть некий какой-то процент, что эта картина сохранится, более долго сохранится, и она не будет уничтожена, чем все остальные. Хотя в истории это будет... С другой стороны, это может быть человек другой веры. Кто? Ну, например, вот вы говорите, придут варвары, и может быть, все-таки они пощадят картину именно религиозного характера. Вполне вероятно, вполне вероятно. Но я рассчитываю на то, что все-таки, может быть, каким-то образом и Богородица, и Христос, и Спасители уберегут себя, в любом случае, от этого вандализма. Хотя это было иконоборчество, и богоборчество, это было громили и храмы, громили иконы и так далее, было такое. Но для того, чтобы я хотя бы остался как серьезный такой, серьезный художник в истории, да, я делаю такие серьезные вещи. Андрей, почему тогда такие прекрасные картины, и они у вас дома? Их же никто не видит. Ну, что значит не видит? Ну, вы делаете периодически выставки. Ну, вот вы не задумывались о галерее, допустим, чтобы их, ну, как-то выставить, показать людям? Нет, нет, в Москве есть галереи, есть галерейщик, который показывает мои картины регулярно, там будет большая выставка. Да нет, у меня больше 100 выставок вообще-то по всему миру, такое достаточно известное у меня имя. Среди коллекционеров, среди серьезных коллекционеров, не подляка вот это вот, мне не нужно вот этот массовый, мне не нужно вот этот вот социум, да, а среди серьезных коллекционеров, искусловедов практически, неудобно говорить, но практически меня все знают. То есть он мне именно очень достаточно известный. Ну, это как раз показатель, если вы уже не зависите от социума и от масс. Я завишу от социума, от масс. Мне надо есть... Ну, не зависите настолько, насколько это можно. Я стараюсь не зависеть... Это же, мне кажется, вопрос такой противоречий, номер один у художника. А знаете, как... Как ему вписаться в социум? Ага, знаете, как моя любимая донка, я сейчас спрошу, значит, как было сказано, учение света, а не учение что? Тьма. Нет, не тьма, а не учение учить света на работу. Ага, ну да. Да, и вы знаете, я всегда с детства хотел, что... Вот у меня будет такая профессия, что учить света на работу, мне этого не надо, я не хочу быть, я хочу вне этого находиться, я хочу... Когда я хочу, встаю, когда я... Я вас очень понимаю. И так далее, да, да. Я хочу ложиться в три часа, хочу в два часа, хочу в пять утра, все что угодно. Но это вопрос свободы. Это свобода, свобода от социума, да. Просто свобода, она начинается с таких малых вещей, когда мне не нужно к девяти часам быть в офисе. Абсолютно, да, абсолютно. И не надо быть и какая-то встреча деловая, я могу сам сказать, что я не хочу вот, например, в девять утра встречаться, потому что я там не выспавшись и так далее. Я хочу встретиться в пять часов или в шесть, или вообще не хочу. И вы это понимали с самого детства, или потом пришли к этому? Я всегда понимал это с детства, но и всегда было... Почему-то я всегда так думал, даже маленький был, я сижу там рисую или что-то. Я буду самым великим художником в истории человечества, я буду самым... Я всегда это знал. Вот как это интересно, понимаете. Хотя, я говорю, у меня такая вот воля судеба меня вот и кинула сначала в полиграфический институт, собственно говоря, к живописи не имеющийся. А как потом произошел этот переход все-таки от полиграфии к живописи? Очень легко я вам объясню, потому что мы, естественно, когда были аспирантами, ездили на шабашки, я как художник ездил все время, и приходилось расписывать, делать там рестораны, какие-то кафе и так далее, какие-то стенды, лень на всякие там бесконечно рисовать, писать и так далее. И к этому я просто пришел спокойно, уже стал заниматься. То есть это само собой произошло, как-то естественно, без надломов. Через шабашки, да, это произошло, так все. Просто через тупое зарабатывание денег, к сожалению. Но, не суть важна, да. Но мне повезло, значит, так меня судьба вела, так должно было быть. Мне повезло, мне повезло, понимаете, больше, чем... Ведь 99,9% людей совершенно не знают, чем они будут заниматься и чем они занимают. Правильно они выбрали свой путь или неправильно не выбрали свой путь. Мне повезло дико. Я уже изначально знал, кем я буду и что я буду. То есть меня уже направили. Это счастье, понимаете, с этого не свернуть. И самое главное, когда говорят о муках, творчестве и так далее. Недавно я только что пересмотрел два интересных фильма, Таких Шкетана. Какие? Это «Ахиллес и черепаха» пересмотрел. И второй фильм «Арт-школа». Совершенно два идентичных, вот совершенно идентичных фильма, где разговоры идут, что молодые художники, ну, Таких Шкетана, потом уже старенькие становятся, так себя я не нашел. И молодой парень все думает, я стану таким вот крутым, я стану таким покупаемым, я стану таким знаменитым. И начинает, перебирает и не может ничего, понимаете. И вот он, муки творчества эти, да, и они выходят в эту экзистенцию, вот это досман, это господство, да, экзистенциализм, вот эта экзистенция. Если вы философы это знаете, да. И вот они там начинают себя топить, там что-то такое, там поджигают, и от этого ничего не меняется, они не могут себя найти, пока нету ничего. Мне повезло, я изначально знал, на каком направлении. Ну, просто ужас в том, что они могут никогда себя не найти, правда? И так оно чаще всего получается. Если сразу не могут найти, то и потом не могут найти. И заканчивается это всегда трагедией. Получается, маленькие художники, которые успокаиваются, свои амбиции они убирают, засовывают, да, засовывают себе задницу, и после этого начинают натюрмортики, пейзажики и так далее. А, ладно, это они там где-то небожители, говорят, а мы там, мы свои там баблом там посшибаем там чуть-чуть, вот так вот. Я бы тоже мог прекрасно, я говорю, на плакатах я мог бы прекрасно зарабатывать. Просто вам это неинтересно. Еще буквально несколько лет назад, год-четыре или пять назад, там мой приятель, который занимается рекламой, говорит, слушай, я тебе за каждый плакат буду тебе платить пять тысяч евро. Я говорю, нет, Слав, этого не надо. Я говорю, я уже вышел из этого обоим и не хочу. Не надо обоим и сразу. Я говорю, нет, Слав, я говорю, я уже этим не занимаюсь. Пускай я скромный потихонечку, но я не буду разменить свое имя на вот это. Андрей, вот у меня такой вопрос. А кто для вас авторитет в мире искусства? В настоящий момент? В мире живописи, да. Ну, я бы не стала разделять бы современное искусство там и... Нет авторитетов. Какие-то у меня, какие-то... Ну, кто вам симпатичен, скажем так. Симпатичен, да, конечно, художники Ренессанса мне симпатичны. Сейчас я сначала немножко... Я запомнил ваш вопрос. Значит, был такой некий феномен. Два года назад, в декабре, в Москву привезли... Есть такой... Был такой художник эпохи Ренессанса, Андрей Монтенья. Мертвый Христос, может, вы слышали такое имя. Привезли его Святой Троицевой. И я говорю, Святое Семейство. Ой, я говорю, ну, интересно будет посмотреть. И в это время меня щелкнуло. Я всю жизнь знал, естественно, историю искусства, я изучал и так далее, и так далее. И вдруг у меня как голову щелкнуло, Андрей Монтенья и Андрей Монтян. Ближе. Вообще не бывает, понимаете? По имени и фамилии. Андрей Монтян и Андрей Монтенья. Это практически то же самое, только переимен... Практически то же самое. Может быть, это реинкарнация, может быть. Я не смею это ждать. То есть это как озарение пришло, как интуитивное озарение, как есть... Да, буквально два года назад. Хотя я всегда всю жизнь знал этого художника. Конечно, мне симпатичны художники. Вот голландская школа, Ван дер Вейден, Ван Эйк, Ван дер Гусс и так далее. Хотя и немецкая школа мне очень нравится тоже. А к современному искусству вы как? Если оно хорошо сделано, я к нему хорошо отношусь. Это, например... Я отношусь к нему нормально. Когда к видеоарту я отношусь очень плохо. Я даже совершенно не понимаю, это просто бросок назад, конечно. А если есть обстоятельства... Примитивизмом, да, своим? Нет, нет, примитивизмом немножко другое. Видеоарт — это совершенно другое. Это когда используется компьютерная техника, компьютерная графика, какие-то экраны. А почему вы считаете, что это шаг назад, если это как раз использование новых технологий? А новые технологии, они приводят к тому, мы сейчас уйдем на столько сложные вещи, которые вы даже не представляете. Дело в том, что не так просто появились эти новые компьютерные и цифровые технологии. И это льет на мельницу, на их рекламу, на их распространение все больше и больше и больше. Художники всегда были предтечей развития общества и развития человечества. Всегда они были. Не политики, не социум, ничего. А художники они всегда наворачивали, создавали некую среду, после которой все, социум двигался по этим рельсам, которые создавали художники. Как это не парадоксально. Художники именно. Это я массу примеров и могу это доказать вам. Поэтому сейчас предтечи и предтечи этой технологии, это были как раз художники, которые создавались вот это искусство, видео-арт, которое приведет к весьма плачевному результату для человечества. Почему вы так считаете? Опять, мы голубым по Европе. Опять уходим. Это очень сложно, это очень сложно, это настолько сложно, потому что следующий этап, потому что или мы уходим, мы подробно говорим об этом, или мы не говорим об этом. Можно тогда такой вопрос, он в принципе где-то рядом. А вот считается, что 21 декабря 2012, 21-12, там 2-0-1-2, грядет конец света. Вы верите в это? Опять понимаете, тот конец света, как говорят бабки, и когда всегда говорили, ну вот, видите, был конец света, где вы видели конец света? Во-первых, он довольно часто наступает, когда переходит в новую общественно-экономическую формацию. Это уже как-то условно, конец света, будем говорить. Сознание человека меняется. Я не верю в это, что там какая-то саранча будет, какие-то кровь будет течь, там вместо рек и так далее, и так далее. Я в это не верю, конец света. Ну да, это такие бабкины страсти. Абсолютно, да. Но тем не менее, значит, что такое 21 декабря, об этом много говорили. Давайте будем говорить несколько факторов. Во-первых, календарь Майя. Как бы его не ругали, как бы не шельмовали сейчас, говорят, а они там считают, что Майя сказали по-другому, а мы его там по-другому, и вообще Майя там по-другому. Тем не менее, календарь Майя существует, как бы то ни было. И заканчивается он 21 декабря, 21-23 декабря 2012 года. Это первый момент. Второй момент. Никто не может отрицать, астрофизики говорят, 21 декабря все планеты Солнечной системы выстраиваются на одну линию. Парад планет был, там 3-4 планеты было, но не все 10. Такого прецедента вообще не было в истории? Прецедента, прецедента. Чтобы все планеты вот так выстроились? Никогда не было. Вот в истории человечества вообще не было. И в том числе ещё чёрные дыра, которые находятся к Солнечной системе, все выстраиваются на одну линию. И никто не может сказать, что происходит, что произойдёт. Пресказать это невозможно. Третий момент. Два года, три года уже назад существует, значит, нету тёмных пятен на Солнце, в любом случае, оно находится в пассивном режиме. Вполне вероятно говоря, что может произойти мощнейший взрыв какой-то, да, выплеск протуберанца, и вырубятся все энергетические системы. Кстати, несколько лет назад было, Нью-Йорк, весь Нью-Йорк и Вашингтон, и его все были светлые, 30 миллионов человек остались без света, сидели, вырубили все системы. Если вырубается, вырубаются компьютеры, вырубается все, ничего страшного бы не было, если света нету, да, за исключением одной вещи, что в любые атомные станции, атомные станции, они работают на компьютерах, когда вот эти стержни, вот эти вот. И что может произойти в таком случае? Самое ужасное? Графитовые стержни опускаются в это вещество, тогда идет цепная реакция, они выходят из-под контроля. То есть может быть взрыв атомный. Ну, представьте, как, это фукусима, это еще мелочь по сравнению с тем, что когда взорвутся все атомные станции, они выйдут из-под контроля, начнется резонансная система, понимаете? Все войдет в резонанс. И что нас ждет, мы не знаем от этого. Я говорю про атомные, я не говорю про людей, что без воды, без воды, это хрен бы с ним. Без воды, без интернетов? Да это легко, это не проблема. Но когда все, все построено, наша система, вся наша цивилизация сейчас построена на компьютерных системах, на компьютерном контроле, скажем так. Это ужасно, это очень сложная вещь. Ну, не будем говорить о самолетах и так далее, это было с небес, с поездами. А вот атомные, атомные станции, это да. Значит, второй момент, третий момент. Сейчас говорят, и ученые об этом говорят, приближается. Правда, они сказали, вот я сейчас прочитал информацию, вроде перекидывают. Вроде как на 7 или 14 февраля 2016 года приближается планета Нибиру, так называемая. Какая планета? Планета Нибиру, Черная Луна. То есть у нее эллиптическая, ее эллипсоид, вот этот вот, по которому она движется, приближение к Земле составляет 3600 лет. Вот сейчас она ее наблюдает, она есть, она уже появилась в пределах нашей видимости телескопа, да. И она приблизится к Земле, это планета Нибиру. Каждый раз, когда она приближается, происходят мощнейшие изменения, мощнейшие. Вполне вероятно, что это цивилизация, которая нас создала. Она взяла биологический материал в виде обезьян и вложила там, поменяла какие-то, например, компьютерную программу, заменила какие-то чипы в нашей голове, и мы стали, собственно говоря, человекообразными. То есть мы с обезьянообразных, мы привели к человекообразным. Вполне вероятно, что они создали рабов на этой Земле, для того, чтобы мы могли окучивать эту Землю. Вполне, я говорю, я не говорю точно, но может быть такая вещь. Поэтому приближение, исключать этот фактор тоже нельзя. То есть видя четыре фактора, которые складываются, не знаю, во что это превратится, что это будет, но это будет квантовый переход в любом случае. Дело в том, что из десяти планет Солнечной системы, только единственная, последняя наша планета является живой. Ну, живые все планеты. На Луне существуют селени, на Марсе тоже существуют и так далее. Ну, понятно, жизнь в каких-то направлениях. Да, она кремно-органическая или органическая, неважно, в разных формах она существует. Это глупо отрицать, что мы одни во Вселенной и так далее, и в этих планетах. Но в той форме, как биологическая форма, как человек, мы из десяти планет сам, единственная планета, которая остается, остальные могильники. Ну, скажем, условно, для нас это могильники, да, как на кладбище, да, и Земля тоже прекращает свое существование, она должна прекратить свое существование. И я считаю, что произойдет вот этот квантовый переход. Но говорят сейчас о том, что должен быть, вот, Земля пройдет, пройдет галактический нулевой энергетический меридиан. То есть энергия... Как бы обнулится, да, все? Все обнулится, да, абсолютно. Как перезагруз компьютера. Совершенно верно, совершенно верно. И Земля перейдет на новый, н-мерный, четырех, пяти, там, шестимерный уровень, да? Отлично, отлично. Чайник очень хороший, из лимошского фарфора, мне он нравится, но он забивается... Очень красивый. Да, но забивается, забивается лепесточком, я боялся, чтобы вас не облить. Не, ничего страшного, очень симпатичный, я смотрю по дизайну такой. Да, да, мне нравится. И люди, люди, ничего страшного, мы бессмертные. Мы в любом случае, реинкарнации, вопросы инкарнации, реинкарнации существуют, мы никуда не исчезаем, ни вы, ни я, ни так далее. Я прекрасно, например... Художнику, наверное, как раз проще, больше повезло с бессмертием, чем обычным людям, потому что... Нет, все бессмертные, нет, бессмертные все буквально, и вы, и я, и так далее, и даже Ленин, там, и все, все бессмертные. Миллиарды реинкарнаций назад, миллиарды реинкарнаций вперед. Как это некачественно будет звучать, но я так думаю, что каждый человек будет с Христом, в любом случае, когда-то, через миллиарды лет, он каждый будет, буквально, каждая личность. Но дело в том, что мы... Будет сейчас, когда квантовый переход, будет перераспределение. Кто-то уйдет в нмерное пространство, захочет в трех-четырехмерное пространство, кому это интересно, кто подготовлен к этому, понимаете, мозгами или информационным полем. А кто-то, кому-то будут подготовлены другие планеты совершенно аналогичные, аналогичные этим условиям. Те говорят, нам хочется здесь вот детишек плодить еще там 10, 20, 30, ну и слава богу, будет и Ваня, Ваня с Машей проснуться. Ой, Маша, посмотри, какой сегодня чудный день, посмотри, какие три синих солнца, какие красивейшие сегодня на нашем оранжевом небе. Посмотри, какая прекрасная фиолетовая листва сегодня, вот сегодня просто дивно, сегодня день такой чудесный. И все, и просто они даже не запутывают. Не осознают. Абсолютно, это просто переключение сознания. Мы с вами ничего не поймем даже, что произойдет 21 декабря. Мы были такими, а станем другими, и все будет забыто, и все будет стерто. Заметь одну флешку, заметь на другую, и все. То есть в это я верю. Я никогда ничего, все пришло к тупику, сейчас все подготовлено. Как раз мы говорим о том, что об очень сложной вещи, это очень сложно об этом говорить. Очень сложно и как-то пессимистично звучит, я бы сказала. Абсолютно, наоборот. Очень прям даже негативно как-то. Почему? Наоборот, очень оптимистично. Мне кажется, что это новое развитие. Может быть, но, наверное, уже не для нас. Почему? Почему? Это очень интересное развитие. Пессимистично, когда японцы говорят, что не дай бог нам жить в эпоху времена перемен. А вот это страшно, понимаете, 19 век. Это такая вот, такая тягомотина. Тягомотина, да. Как все нудно. Ну так и вот. Как там мурашно, муторно. Я хочу, я хочу, я хочу новое развитие, я хочу новой динамики, я хочу каких-то новых изменений. Я не хочу всю жизнь проживать с этой Ольгой, с этими черногорскими уродами, понимаете, всю свою жизнь оставшуюся. Или где-нибудь даже. Даже если я в Германии, я знаю, что там эти санкбюргеры там хватает. Да, там же свои минусы. Там много, да. За исключением того, что там, ну, 10 человек есть аристократов, где интеллигенции, и богатых людей. У вас, может быть, зов крови, это с ним не поспоришь. Не только зов крови. Да, это само собой, это в первую очередь. Но самое главное, что там есть 10 человек найдутся, не говорю даже 100, но 10 человек, очень богатых, которые понимают искусство. Они рыдают от моих картин, понимаете. Это их надо представить. Да, так вот мы говорим о том, что никакой пессимизма, пессимизма никакого нет. Если вам будет потом интересно, я вам расскажу вообще, собственно говоря, что происходит в мировой политике, что происходит вообще со Сашей. Почему потом, может быть, сейчас? Длинный разговор, очень длинный, очень длинный. Если хотите, ну давайте. А вы никогда не писали ничего? Насчет чего? Ну, вам никогда не хотелось мысли, вот у вас интересное видение, облечь там какие-то слова, что-то писать, книги, там, блоги? Нет, нет, это я не писал. Значит, у меня, за исключением того, что было какое-то у нас, практиковали мы с женой в свое время, она, например, пишет, говорит, философская беседа номер один, номер четыре, там, с Андреем. Из-за этого самый сложный вопрос. Ну вот, да, вот, мне тоже что-то такое в голове пишет. Да, и как раз, но суперсложные вопросы она задает, да, и я сходу должен отвечать, и я сходу хочу отвечать. А вопросы философские? А? Вопросы глубокие философские. Да, 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 глубок философский, да. И она потом расшифровывала все это и распечатывала. Это была такая у нас практика, существовала, но потом она как-то прекратила. Ну, нет, я просто так вот сейчас проговариваю. Да кому, может быть, надо это или нет, в любом случае, мы это говорим, вы это слышите, это уже, может быть, это более чем достаточно. И с точки зрения политики, я говорю, что, понимаете, у меня совершенно по-другому голова устроена, да, у меня мозги совершенно по-другому. Говорили, что вы с детства очень тяготели к математике. Хотя это считается, что это парадокс. Вы человек творческий, да, то должны быть гуманитарием. Ну, есть такое мнение, может быть, оно ошибочное. Совершенно ошибочное, да. Люди, люди, люди эпохи Возрождения и люди Ренессанса, это были люди, такие многостановщики, которые могли быть и скульпторами, и архитекторами, и бизнесменами, и кем угодно, да, да. И писателями, и аутематиками, и астрономами, и так далее, и так далее. Это не касалось нонсенсов. А сейчас это какой-то, если такой есть прецедент, то они говорят, что это-то, откуда он такой взялся. Поэтому, когда говорят такие разномастные картины, почему ты пишешь пейзажи такие, там, графика у тебя совершенно другая, а религиозная картина третья. У меня нету никаких пределов, у меня нету. Я могу написать всё, я могу сделать всё, всё, что хочу. Вот дайте мне, пожалуйста, там... Имейте в виду в любом жанре, да, работать. В любом жанре, пожалуйста. Хотите нюх, хотите антюрмор, хотите пейзаж, хотите всё, что угодно, хотите анатомию, всё, что угодно. Возьмите, я возьму кетчуп, буду кетчупом писать. Да мне всё равно. У меня нету пределов, понимаете. Пределов моих возможностей, я даже не могу понять, какие. У меня, наверное, их нету. Также я могу заниматься совершенно любой наукой. Вам просто это неинтересно, да? Вам интересно только живопись? Нет, мне очень интересно. Заниматься наукой мне очень интересно. Было бы, как и куда приложить её. Что вы имеете в виду под наукой? Любая наука. Наука – это самая простая, кстати, вещь. Это когда мозги структурированы, то очень легко ей заниматься. Какое-то открытие... Нобелевскую премию, да ничего не стоит её делать, её, честно говоря, получить. Это они пыжатся только. Написать докторскую диссертацию ничего не стоит, два года и всё. Это не проблема, только написать её. Это просто, если хорошо структурированная голова. Иметь такую цель. Да, если иметь такую цель. Две составляющие – цель и структурированная голова. Прежде чем структурированная голова, работать, думать своей головой, думать, не опираясь на книжки, не опираясь на какие-то другие авторитеты, а работать только своей головой. То есть черпая информацию из космоса, понимаете? Легко. Это не проблема. Так же, как и в творчестве. Когда говорят, что муки творчества, нет таких мук творчества. Есть работа. Я работаю, пишу, одни работы какие-то делаю. Потом уже сразу приходят, а надо делать то-то, то-то, то-то. У меня впереди всё. Так выстраивается целая линия. Это-то интересно. Это у вас талант от Бога. Я думаю, что немногие могут сказать о себе такое. Безусловно. Я просто вам, я же вам и сказал, что мне… Да, что вам повезло. Мне дико повезло. Да, дико изначально мне повезло. Так я, наверное, заслужил это, я так думаю. Понимаете, предыдущими реинкарнациями, предыдущими своими какими-то подвигами. Кстати, я помню свою предыдущую реинкарнацию, потому что я жил, работал в интервале… А как вы можете это помнить? Это в снах к вам приходит. Сейчас я скажу. Значит, я работал в интервале от 1450-го до 1470-го года в Нюрнберге где-то. Я был художником тоже, да, кстати, не очень хорошим таким плотником. Но я помню свой дом, я помню своих друзей, я помню… В общем, достаточно активно я помню это дело. Поэтому для меня нету проблем, что писать… В институтах сейчас не преподают эту технику. Эту технику весьма тонкую, лисерочную и так далее. Я это всё знаю. Уже априори я это знаю. Поэтому это одно из доказательств того, что существует, что человек живёт вечно. Да, мы боимся убирать, да, мы боимся болеть. Это правда. Но, тем не менее, надо отнести к этому философски, хотя это очень сложно, и думать о том, что будет дальше, что будет в следующей жизни. Реализоваться, максимально реализовать, максимально не тратить своё время, не тражить его, как они говорят, не тратить своё время, не энергию, не силы, не время на пустопорожнее. Понимаете, на ерунду, не тратить. Всё полностью сконцентрироваться, полностью сконцентрироваться на создании собственной личности и подниматься на всё более, 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 более высокую духовную ступень. Тогда всё придёт, тогда интересная жизнь становится, понимаете. Тогда неинтересно пиво хлистать, понимаете. Понятно, что всё приходит к саморазвитию. Они не могут, они даже оценить вкусы еды, например, не могут оценить одежду, они не могут, тем более, не могут оценить секс, потому что это супер. А кто они, о ком вы сейчас говорите? Все вот эти окружающие черногорцы, ты в Москве, это всё полно, 99% людей. Они никто, они даже не знают, что такое секс, потому что это супер, понимаете, супер симфония, это супер, это супер оратория. Есть же мнение, что у нас есть культура потребительская, мы только потребляем. Только потребляем, конечно, мы ничего не создаём. Мы настроены на это, мы это своим детям передаем. Конечно, конечно. Цель такая, заработать, там, какое количество денег. Заработать деньжат, и всё, заработать деньжат, поесть, попить, и детишки. Духовное всё в упадке. Совершенно верно. Нет ни живописи, ни литературы, ни музыки. Посмотрите, что сейчас по Нобелевской премии по литературе к какому-то немецкому поэту присудили. Пупкин какой-то. Хрен его знает, да кто его знает вообще там в этой, кроме деревни его никто не знает, да? А вспомните, когда Льва Толстого, ему три раза его лишали, ему не давали Нобелевской премии. Так ему и не дали её. Так Лев Толстой или вот этот вот козёл, понимаете, который там пять стишков написал. Понятно, какая-то деградация. Это полная, полная, также и в изобразительном искусстве. Единственное, за исключением кино. Кино сейчас оно существует. Я об этом вчера ещё думал. Всё-таки почему кино? Потому что вот эти средства, понимаете, видеокамеры, мобильность, мобильность. Раньше надо было операторы, киноплёнки и так далее. Вот эта цифровая техника дала возможность выплеснуться. Какой-то вкус есть, какая-то художественная направленность есть, какая-то идея есть, то они могут её реализовать. Вот это вот архаат. Это как новая эра, мне кажется, началась. Когда ты можешь поставить себя на Ютуб и прославиться. Мы об этом много уже говорили. Элементарно, вообще не прилагая к этому ни усилий, ни денег. Я поставил на Ютуб своё... Вы видели мою презентацию там, да, вот с музыкой, да? Нет, к сожалению, не видела. Ну, это в сайте надо... А, ну я смотрела сайт, но вот презентацию не посмотрела. Откликнуть там, первую там идёт. Ну, я посмотрю. Посмотрите, да. Там вот она 10-минутная, кстати, очень красивая. А мы сейчас... Я вам сейчас покажу её, чтобы вы лучше узнали мою картину, кстати сказать. Кому что, понимаете? Мне это ничего не дало. Ни Ютуб ничего не дало. У меня, правда, и компьютера нету ничего, да? А вот как ваши заказчики вас находят? Ой, это очень сложная вещь. Это совершенно... Это невозможно объяснить вообще. Я совершенно... Я не могу это... Никакой нету... Корреляции никакой нету абсолютно. Я не могу это просчитать. Это вот такой мистицизм. Который объяснить невозможно. Сколько людей было... Работа называется «Оплакивание». Довольно новая. Два года назад написано. Очень горжусь этой работой. На ленточке написано. Те, на старой немецком языке, те умыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Ну, такой достаточно распространённый сюжет. В головах находится святой Никодим, который принёс всякий смирный алоэ и так далее для погребения Христа. Сзади, снизу, в ногах находится святой Иосиф Алимофийский, который предоставил могилу. Ну, и Богородица. Я не знаю, кто старик. Ну, и два ангела. Так.